Всем привет, это Дмитрий Горчаков. В этом видео я сделаю обзор главных событий в мировой атомной энергетике, случившихся в 2021 году. Какие атомные блоки запустили в работу и где, какие и почему закрыли, что новое начали строить и какие тенденции можно за всем этим разглядеть и какие прогнозы сделать. Давайте начнем с обобщающих цифр и данных, а потом чуть подробнее поговорим про каждую страну, в которой случилось что-то интересное и важное. Кстати, текстовая версия этого видео есть у меня в блоге, ссылка есть в описании. Там указаны все многочисленные источники данных, где вы можете всю эту информацию проверить. В 2021 году было подключено к сети 6 новых атомных энергоблоков суммарной мощностью более 5 ГВт, 3 в Китае и по одному в Индии, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах. При этом было остановлено около 10 блоков общей мощностью около 8,7 ГВт, по 3 блока в Великобритании и Германии и по одному блоку в Пакистане, России, Тайване и США. Из них примерно половина была закрыта из-за возраста и технических проблем, а половина – по политическим мотивам, например, в Германии и на Тайване. Итого мощность мирового парка АЭС сократилась за год на 3,4 ГВт до примерно 389 ГВт, а количество действующих блоков составило на конец года 438 штук в 32 странах. Несмотря на это, выработка электроэнергии на АЭС выросла на 3,5% по сравнению с прошлым 2020 годом и почти вернулась к уровню доковидного 2019. При этом в Китае выработка выросла на 9%, а в Евросоюзе на 7%, так что доля АЭС в электроэнергетике Евросоюза поднялась выше 27%, т.е. атом по-прежнему является крупнейшим единичным источником низкоуглеродной энергии в Европе. В 2021 году начато строительство 9 новых блоков АЭС суммарной мощностью около 9 ГВт. Из них 5 в Китае, 2 в Индии и по одному в России и Турции. При этом из этих 9 5 это блоки российского дизайна ВВР-1200, а 3 это китайский Хуалун-1. Всего в стадии строительства сейчас находится 54 блока в 19 странах. Из них 14 или 25% в Китае, еще 25% это 3 страны Индия, Южная Корея и Россия, и еще в 15 странах строится по одному 2 блока. Ну а теперь давайте подробнее поговорим обо всех этих блоках и странах, где произошли значимые события в области атомной энергетики. В конце видео будут обобщающие таблицы со всей информацией. Кстати, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Если хотите поддержать развитие канала, можете стать его спонсором или патроном на Патреоне. Ссылки есть в описании и на экране. Итак, поехали к подробностям и деталям. Давайте начнем с Китая, лидера по строительству у себя атомных мощностей. Сейчас Китай практически догнал Францию по числу атомных блоков, а по объему вырабатываемой на них электроэнергии уже обогнал и вышел на второе место после США. Всего в Китае более 20 атомных станций, на некоторых из них до 8 атомных энергоблоков. Суммарно в Китае 54 атомных энергоблока и вполне возможно, что по итогам 2022 года они обгонят по их количеству Францию. В Китае один из самых молодых атомных парков. Средний возраст блоков менее 9 лет. Ну если не считать Тайвань, но про него я расскажу отдельно. Поэтому закрытия атомных станций по возрасту у Китая в прошлом году не было и еще долго не будет. А вот новое строительство идет очень бурно. Каждый четвертый строящийся в мире атомный энергоблок строится в Китае. Давайте посмотрим на то, что было построено в 2021 году. Всего за год в Китае было подключено три новых блока. В мае и июне были подключены к сети пятый блок АЭС Хангуан и шестой блок АЭС Тиньвань. Это гигаваттные блоки с водоводяными реакторами китайского производства, разработанными на основе французских реакторов второго поколения и многократно усовершенствованные. У Китая и Франции давнее сотрудничество в атомной сфере, продолжающееся до сих пор. Французы даже свой самый современный реактор EPR-1600 построили в Китае раньше, чем в Европе. 20 декабря к сети был подключен первый энергоблок АЭС Шидао Бэй. И это уникальный энергоблок, на котором работают сразу два реактора и одна турбина. О них расскажу поподробнее. Это газоохлаждаемые реакторы HTRPM. В российской классификации такие реакторы называют ВТГР – высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы. Правда, в России такие реакторы не строили, были лишь проекты. В принципе, в мире есть газоохлаждаемые реакторы, но старенькие, такие в прошлом году закрыли в Великобритании, и я о них еще расскажу. В качестве теплоносителя в китайских ВТГР выступает гелий. В качестве топлива используются не традиционные тепловыделяющие сборки с цилиндрическими твелами, а топливо в виде шариков. Такие сферические твелы диаметром 6 см из графита с краплениями керамического уранового топлива. Помним, мы в студенчестве изучали такие проекты европейских реакторов, и они назывались реакторы с шаровыми твелами. Реакторы эти небольшие по мощности всего по 250 тепловых мегаватт. У каждого реактора по одному парогенератору и общая турбина на два реактора мощностью около 200 мегаватт. Это экспериментальный блок. До этого в Китае давно работает маленький ВТГР на 10 мегаватт. В дальнейшем же планируется построить уже коммерческий блок мощностью 650 мегаватт шестью реакторами. Вообще у Китая большие планы на эти высокотемпературные реакторы. Главное преимущество таких реакторов – это высокая температура теплоносителя, порядка 750 градусов Цельсия. Это вдвое выше, чем у классических водо-водяных реакторов, и даже выше, чем у быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Высокая температура позволяет получать более высокий КПД энергоблока – около 44%. А главное, позволяет использовать блок как источник тепла и высокой температуры не только для генерации электричества, но и для различных промышленных процессов – городского отопления, опреснения воды или для производства водорода, что особенно актуально в свете энергоперехода. Многие СМИ ошибочно писали, что Китай запустил первую в мире малую модульную АЭС. С одной стороны, это не так, потому что первая малая АЭС, которая уже два года работает – это плавучая АЭС Лакадемик Ломоносов в России. Но в чем Китай действительно лидирует – это в освоении нового типа газоохлаждаемых модульных реакторов, которые, кстати, можно отнести к поколению 4. Также в 2021 году в Китае было начато строительство сразу трех новых энергоблоков с реакторами Хуолун-1, в переводе – китайский дракон. Это флагманский китайский проект водо-водяного реактора третьего поколения мощностью около 1000 МВт. На его основе Китай планирует развивать и свою атомную энергетику внутри страны и поставлять его на экспорт. Для продвижения этого дракона он был даже объединен в качестве общего проекта для двух китайских атомных госкорпораций – CGN и CNNC. Да, в Китае есть не один, а сразу два своих Росатома. Их проекты драконов немного отличаются, в том числе по мощности, но для продвижения за границей они все же объединены в один бренд. Сейчас в Китае уже работают два дракона, причем один из них подключен совсем недавно – 1 января уже нового 2022 года. И еще 10 драконов сейчас находятся в стадии строительства. За рубежом один такой блок уже тоже работает и один в стадии запуска. Оба они в Пакистане, и я расскажу о них чуть позже. Еще четыре блока в вышедшем году в Китае начали строить по российскому проекту ВВР-1200. Речь о двух площадках – о седьмом и восьмом блоках Тиньваньской АЭС, где с участием России уже построены первые четыре блока с ВВР-1000, и о третьем и четвертом блоках АЭС Сюйдапу, и это новая для Росатома площадка. 19 мая 2021 года был дан официальный старт этому большому строительству. Была проведена торжественная церемония с онлайн-участием Си Цзиньпина и Путина. В рамках церемонии был, конечно, символически дан старт всем четырем блокам, как одному крупному российско-китайскому проекту. Но судя по церемонии, фактически в тот день была начата укладка бетона лишь на двух блоках, по одному на каждой площадке, на седьмом блоке Тиньваньской АЭС и на ретнем блоке Сюйдапу. Хотя у последнего в базе приз стоит дата заливки бетона 28 июля, то есть сильно после церемонии. Кстати, на днях на этом блоке уже установили ловушку расплава, так что строят довольно шустро. Судя по обозначенным ранее планам российского атомстрой-экспорта, блоки планировалось начинать строить с интервалом в 5-8 месяцев, так что скорее всего реально первый бетон двух оставшихся блоков будет залит уже в этом новом 2022 году. Так что будем ждать новостей. По планам все эти четыре блока должны быть сданы до 2028 года, то есть за 5-6 лет. Это довольно привычные сроки строительства по китайским меркам, но для российских блоков это будет довольно быстро. Впрочем, прошлые ВВР-1000, которые мы уже строили в Китае, тоже в такие сроки уложились. Наверное, такие показатели строительства будут полезны для имиджа и для продвижения ВВР-1200 на мировых рынках. Вопрос только, какая в итоге у них будет степень китайской локализации и сможет ли Росатом самостоятельно выдерживать такие сроки строительства без участия Китая и не на китайской территории. Надеюсь, что с опытом все же сможет, в том числе и в России. В Китае было еще много разных атомных новостей в ушедшем году, но я упомянул основные, связанные с пусками новых блоков, чтобы мы успели поговорить и о других странах. Раз уж я упомянул китайские технологии в Пакистане, давайте перейдем к нему и пройдемся по другим странам Азии. 1 августа 2021 года в Пакистане был закрыт самый старый атомный энергоблок в стране, который работал с 1972 года, то есть ему уже 49 лет. И это же самый старый из закрытых в прошлом году энергоблоков по всему миру. Это первый блок АЭС Карачи с небольшим канадским тяжеловодным реактором Канду, который до закрытия работал на мощности около 90 МВт. Всего в Пакистане есть две атомных станции, на которых сейчас работают пять реакторов, и все они китайские. Для Китая Пакистан – это главная страна для экспорта своих атомных энергоблоков. Вторая АЭС в стране – Чашма имеет четыре небольших китайских энергоблока по 300 МВт. А вот на той же АЭС Карачи, где был установлен первый блок, сейчас запускаются два блока с первыми китайскими экспортными драконами Хуалун-1. В марте 2021 года был подключен к сети первый из них. А на втором сейчас уже завершена загрузка топлива и ожидается его подключение в марте 2022 года. Кстати, построили их ударным китайским темпом всего за пять с половиной лет. И это при том, что строили их не в самом Китае, а на экспорт. В январе 2021 года в Индии был подключен к сети третий энергоблок АЭС Какропар. Его особенность в том, что это первый тяжеловодный реактор мощностью 630 МВт собственной индийской разработки. У Индии вообще свой особенный атомный путь, я немного о нем рассказывал в своем видео об атомном разоружении. Ссылочка сейчас на экране, посмотрите, если еще не видели. Там как раз я чуть подробнее рассказывал о том, как желание получить атомное оружие может повлиять на развитие мирной атомной энергетики в стране. Из-за разрыва международного сотрудничества после испытания своего атомного оружия в конце 70-х, Индии пришлось самостоятельно заниматься своей атомной энергетикой. И она стала дорабатывать канадскую технологию тяжеловодных канальных реакторов Канду, которые им успели до этого построить. У соседнего Пакистана все тоже начиналось с таких реакторов, как я уже сказал выше. В итоге у Индии развилось свое направление тяжеловодных реакторов, дешевых строительств и эксплуатаций. Они могут работать на природном уране, а не на обогащенном. Это возможно благодаря тому, что в них как раз в качестве теплоносителя и замедлителя используется тяжелая вода, обогащенная тяжелым изотопом водорода, дейтерием. Индия самостоятельно построила 14 небольших тяжеловодных блоков по 200 МВт, потом 2 по 500 МВт. Вот сейчас запустила первый блок 700-ник с полезной мощностью 630 МВт. В будущем они планируют построить около 15 таких блоков, три из них уже находятся в стадии строительства. Кстати, в Индии и быстрый реактор строят, но уже давно и пока не очень успешно. Но вообще у Индии огромное население, огромная потребность в энергии, большие планы именно на атомную энергетику и поэтому в одиночку эти планы им не вытянуть. Поэтому после снятия ряда ограничений в конце 90-х в Индию пришли иностранные атомные технологии, в первую очередь российские. В 2013 и 2016 годах Россия уже построила и запустила два блока с ВВР-1000 на первой очереди АЭС Куданкулам. С 2017 года идет строительство второй очереди с третьим и четвертым блоками. По плану в следующем году один из них уже должен быть запущен. Важная новость 2021 года – это начало строительства уже третьей очереди АЭС Куданкулам. Первый бетон на пятом блоке был залит в июне, а на шестом – в декабре. Так что российская АЭС Куданкулам с двумя блоками ВВР-1000 уже самая мощная в стране, а будет в трое мощнее – до 6 ГВт. Это больше, чем мощность всех тяжеловодников в Индии на текущий момент. Добавлю, что для развития своей атомной энергетики, Индия сейчас ведет переговоры о строительстве АЭС и с американцами, и с французами. И в этом году тут тоже были новости, но об этом чуть позже. На Тайване 28 декабря был окончательно остановлен энергоблок Куашен-1. Это кипящий водо-водяной реактор БВР мощностью 1000 МВт. Его установили в июле за полгода до окончания 40-летнего срока эксплуатации, которую не стали продлевать. Всего на Тайване осталось 3 атомных энергоблока, 40-летний срок эксплуатации которых заканчивается до 2025 года. Правительство Тайваня, сформированное после выборов 2016 года, продвигает политику отказа от атомной энергетики и закрытия оставшихся АЭС после окончания их 40-летнего срока эксплуатации. Хотя на референдуме в 2018 году 60% проголосовавших высказались против такой политики из-за сохранения атомных станций. Тем не менее, эти результаты были проигнорированы. Вообще референдумы на Тайване проводят часто, хотя и не всегда выполняют их решения. В конце 2021 года состоялся еще один референдум, на котором 17-м вопросом было поставлено предложение о возобновлении строительства 4-й АЭС с двумя атомными блоками. Но предложение было отклонено, набрав всего 47% голосов против 52-х. Так что, видимо, после 2025 года Тайвань останется без атомной энергетики. Хотя общественное мнение по этому вопросу в стране очень неоднозначное. При этом электроэнергетика Тайваня более чем на 80% обеспечивается тепловыми станциями. Около 45% дает уголь, 35% дает газ и его доля растет. При этом, как и у островной Японии, у Тайваня практически все топливо завозное. Раз уж помнили про Японию. Напомню, что после аварии на АЭС Фукусима до Егити в 2011 году все 54 атомных энергоблока Японии были временно остановлены. Они давали около 30% всей электроэнергии. Затем часть блоков окончательно вывели из эксплуатации. Оставшиеся 33 блока затем после проверок, тестов и согласования с местным населением и властями постепенно планировали запускать вновь. И 10 из них уже запустили. Япония после Фукусимы не намерена отказываться от атомной энергетики и планирует восстановить ее долю в энергобалансе до 20-22% к 2030 году за счет перезапуска блоков и строительства новых. Да, там сейчас два блока находятся в стадии строительства. В настоящий момент работает 10 перезапущенных энергоблоков общей мощностью около 10 ГВт и они дают до 6% электроэнергии страны. При этом основные источники энергии Японии, как и на Тайване, это завозные уголь и газ. На них приходится более 80% произведенной электроэнергии. Один из перезапущенных атомных энергоблоков был запущен как раз летом прошлого 2021 года. Это третий блок АЭС МИХАМА с водоводяным реактором мощностью около 800 МВт. Его особенность в том, что ему уже 45 лет. В 2016 году ему продлили лицензию на эксплуатацию сверх 40-летнего срока. Это первый перезапущенный после Фукусимы блок такого возраста. Так что получается, что Германия после Фукусимы отказывается от атомной станции и досрочно закрывает более молодые блоки, еще не выработавшие свой ресурс. При этом в самой Японии, пострадавшие от Фукусимы, продлевают ресурсы реакторов, запускают их работу и от атомной энергетики отказываться не собираются. В Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом году в сентябре был подключен к сети второй блок АЭС Барака. Это первая страна АЭС, она состоит из четырех блоков с южнокорейскими реакторами APR-1400. Два блока уже работают, два уже на высокой степени готовности. С пуском первого блока в 2020 году Арабские Эмираты присоединились к числу стран с атомной энергетикой. APR-1400, которые Южная Корея строит в Арабских Эмиратах, это водо-водяные реакторы поколения А3 полезной мощностью около 1350 МВт. То есть это самые мощные из строящихся сейчас в мире реакторов после французских EPR-1600. А сама четырехблочная АЭС Барака это главный экспортный проект Южной Кореи. Для них победа в этом тендере в 2009 году была огромным успехом. Сам реактор уже вполне серийный, их уже 10 штук в разной степени готовности. В самой Южной Корее два таких блока уже работают и еще четыре строятся. На одном из них, на первом блоке АЭС Шин Ханул, в конце 2021 года было загружено ядерное топливо и его пуск ожидается уже в первом полугодии 2022 года. В Турции продолжается строительство четырехблочной АЭС АКУЮ с российскими энергоблоками ВВР-1200. Первые два блока строятся и в ушедшем году на первом блоке был уже установлен корпус реактора. В одном из своих недавних видео в качестве видео бонуса я показывал и рассказывал, как устанавливают корпуса реакторов на разных АЭС. Как раз в том числе и с кадрами с АЭС АКУЮ. Можете посмотреть это видео по ссылке, оно сейчас на экране в подсказках. Главная атомная новость года для Турции это то, что в марте был дан старт строительству третьего блока АЭС АКУЮ, а в конце октября была получена лицензия на сооружение четвертого блока, так что заливка первого бетона на нем ожидается уже в этом 2022 году. Кроме АЭС АКУЮ, Турция задумывается и о второй АЭС на другой площадке. Но будет ли она тоже российской, пока неизвестно. США остается мировым лидером по числу атомных блоков и сейчас в работе 93 штуки. Однако парк АЭС довольно старый, строится сейчас с трудом всего два блока, а общая выработка на АЭС страны в 2021 году упала почти на 2%. Ожидалось, что по разным причинам в 2021 году будут закрыты пять блоков АЭС, однако этого не случилось. Весной 30 апреля 2021 года был окончательно остановлен один блок – третий и последний блок АЭС – Indian Point C под Нью-Йорком. Я тоже упоминал его в одном из своих видео, ссылочка на него сейчас тоже есть в подсказках. Этому блоку хоть и было 45 лет, но он мог еще работать, даже действующая лицензия позволяла ему работать еще минимум несколько лет. Да и вообще, для такого типа реакторов возможно протление срока до 60 и даже 80 лет. Примеры выдачи лицензии на такие сроки в США уже есть. Но по экономическим причинам и под политическим давлением губернатора штата владельцы закрыли станцию. Ожидается, что в будущем ее заменят ветряки, но пока, как это часто бывает, ее заменили газовые станции с соответствующим увеличением выбросов. Тем не менее, другие четыре блока АЭС, которые предполагались закрыть в 2021 году, удалось отстоять. Это четыре блока АЭС Байрон и Дрезден в Иллинойсе, суммарной мощностью 4 ГВт. Сенат штата после долгих разбирательств проголосовал за поддержку станций, поскольку они обеспечивают рабочие места и помогают штату выполнять цели по сокращению выбросов. Другое важное событие ушедшего года касается прихода в Белый дом новой администрации. После долгих согласований к концу года был утвержден и главный проект президента Джо Байдена – крупный инфраструктурный план развития страны, который предполагает огромные инвестиции для перехода к зеленой экономике. К 2035 году энергетика США должна стать углеродно-нейтральной. Конечно, этот план включает в себя и атомную энергетику. Сейчас она дает 20% всей энергии США и больше половины всей низкоуглеродной энергии. Этот план уже на федеральном уровне включает в себя поддержку действующих атомных станций, так как это сделано сейчас в штате Ленойс. Планируется выделить порядка 6 млрд долларов на поддержку и сохранение существующего парка АЭС, самого крупного в мире, а также на новые технологии. 2,5 млрд долларов будут выделены на демонстрационные проекты новых малых АЭС, например, на проект TerraPower с быстрым натриевым реактором. Это стартап Билла Гейтса. Или другой проект, например, КСЕ-100 от X-Energy. Это уже американский газоохлаждаемый реактор с шаровыми металлами. Примерно такой, как уже запущен в Китае. Активно идет и продвижение американских атомных технологий за рубежом. В 2021 году были подписаны различные соглашения по изучению возможностей средства американских малых модульных реакторов компании NewScale в Румынии, Болгарии, Польше, Казахстане, Украине. Кстати, с украинским энергоатомом в конце 2021 года подписала соглашение американская компания Westinghouse. Это соглашение о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС с реакторами AP1000. Но об этом подробнее чуть позже, когда дойдем до Украины. В Великобритании в 2021 году остановили три устаревших канальных газоохлаждаемых реактора, которые вместо проекта в 25 лет отработали от 36 до 45 лет. Последние 2-3 года они работали либо максимум на 30% мощности, либо вообще были остановлены из-за поломок. Так что потеря, увы, вполне ожидаема, ничто не вечно. Такой тип реакторов по сравнению с водоводяными живет относительно недолго. Четвертеподобный реактор был остановлен буквально в самом начале января 2022 года, отработав 46 лет. Так что эти блоки были остановлены по естественным причинам и ушли на заслуженный покой в преклонном возрасте. Мощность каждого такого блока была порядка 500 МВт. Закрытие этих реакторов в 2021 году привело к падению выработки АЭС страны на 9%. В то же время Великобритания рассчитывает сохранить атомную энергетику как важную составляющую своей чистой энергетики. Сейчас в Великобритании ведется самое большое строительство атомной станции в Европе. Это строительство АЭС Hinkiel Point C с двумя французскими реакторами EPR 1600, суммарной мощностью более 3 ГВт. В планах строительство еще одной аналогичной АЭС с двумя блоками EPR 1600, это Sizewell C, а за ней и еще одной. Так что несмотря на закрытие старых станций, Великобритания планирует активно строить новые и обновлять свой атомный парк. Главные новости по закрытию атомных станций, конечно, в уходящем году связаны с Германией. Эта страна последовательно отказывается от атомной энергетики. В соответствии с ее законами, в ушедшем году, ровно 31 декабря, были закрыты три атомных энергоблока, или половина всех действующих АЭС. Оставшиеся три блока будут закрыты 31 декабря уже этого года, и Германия после этого останется без действующих атомных станций. Это, кстати, будет четвертый случай в истории. Попробуйте угадать в комментариях первые три страны, которые закрыли все свои АЭС. При этом закрытые немецкие блоки имели довольно небольшой возраст, 35-36 лет, то есть вполне могли еще работать десятки лет. И при этом это были мощные водо-водяные блоки, почти по 1300 МВт каждый. Причем один из этих блоков, энергоблок Гронде, это мировой рекордсмен по суммарной выработанной электроэнергии среди всех атомных энергоблоков. За свои 36 лет он выработал более 373 Вт-часов. Это примерно столько же, сколько в прошлом году выработали все АЭС Франции. Интересно, что в ушедшем 2021 году из-за менее ветреной погоды выработка возобновляемой энергетики в Европе была меньше, чем ожидалось. В итоге доля возобновляемой энергетики в энергобалансе Германии в 2021 году снизилась до 45%, хотя в 2020 она превышала 50%. При этом этот провал приходилось компенсировать более стабильными источниками, в первую очередь грязным углем. Прирост выработки угольных станций был самым большим. По сравнению с 2020 годом каменного угля пришлось жечь на 30% больше, а бурого на 20%. Увеличение выработки угольных станций по сравнению с прошлым годом было 27 ТВЧ. Это примерно столько же, сколько вырабатывали за год три закрытых блока АЭС. Так что с закрытием АЭС ситуация с выбросами парниковых газов, с которыми борется вся Европа, в Германии явно ухудшится, по крайней мере на ближайшие годы. Неудивительно, что новый вице-канцлер и министр экономики Германии в недавнем интервью сказал, что скорее всего в ближайшие годы Германия не сможет выполнить свои климатические цели. Количество атомных энергоблоков во Франции в вышедшем году не изменило их. Их по-прежнему 56 на 18 АЭС. А вот выработка электроэнергии выросла на 7,5%. Это несмотря на технические сложности на французских АЭС, которые были в конце года. Общая доля АЭС в энергобалансе Франции по итогам года по-прежнему составляет более 70%. В стадии строительства по-прежнему один блок, вот уже 15 лет, это третий блок АЭС Фламменвиль с реактором ЕПР-1600. К сожалению, его сдача опять откладывается теперь на 2023 год. Однако страна остается европейским лидером в атомной энергетике, и основные новости были связаны именно с этой ее ролью. Во-первых, Франция и президент Макрон по сути возглавили альянс из десятка европейских стран, включая Польшу, Чехию, Румынию и других, которые лоббируют включение атомной энергетики в европейскую таксономию и признание ее зеленой, чтобы упростить получение инвестиций для ее развития. И тут были достигнуты большие успехи. Несмотря на противодействие другого альянса и стран, выступающих против атомной энергетики, в первую очередь это Германия и Австрия. Несмотря на то, что вопрос этот неоднократно затягивался Еврокомиссией, под самый конец года, буквально вечером 31 декабря, был разослан черновик предлагаемого решения, который попал в СМИ. Согласно документу рекомиссии, предлагается признать зелеными атомную энергетику и природный газ. Правда, как переходные и временные технологии. Тем не менее, многие проатомные организации и активисты называют это победой, а Австрия наоборот грозится подать в суд, если такое решение будет принято. Посмотрим, что в итоге получится. По крайней мере, на момент записи этого видео окончательное решение пока так и не принято. Во-вторых, как бы показывая пример всей остальной Европе, президент Макрон осенью 2021 года анонсировал планы по возобновлению во Франции строительства новых атомных станций. А до этого анонсировал планы по финансированной разработке малых модульных реакторов. Пока эти планы без конкретики. Но компания EDF весной 2021 года представляла правительству планы по строительству шести блоков во Франции. Оператор французских сетей RTE осенью представил отчет о том, что самый экономически эффективный план для Франции достичь углеродной нейтральности к 1950 году включает строительство 14 крупных атомных блоков и серии малых реакторов. Ну и конечно, Франция развивала и зарубежную деятельность. В октябре компания EDF направила правительству Польши предложение о строительстве от четырех до шести блоков ЕПР. Польша как раз планирует построить к сороковому году две атомные станции с суммарной мощностью от шести до девяти гигаватт. И как раз в декабре 2021 года в Польше была озвучена наиболее предпочтительная площадка размещения первой польской атомной станции на берегу Балтийского моря. Впрочем, кроме французов, предложение полякам делают и американские и южнокорейские компании. Другое внешнее для Франции направление – это Индия. Еще в 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве в атомной сфере между главами Индии и Франции. А в апреле 2021 года компания EDF представила Индийской ядерной корпорацией технико-экономическое приложение по АЭС Джайтапур с шестью реакторами ЕПР-1600. Ну и из текущих зарубежных строек сейчас Франция строит два ЕПР в Великобритании и готовится к запуску финского блока Алкилота-3 уже в начале этого года. Так что медленно, но верно Франция потихоньку работает на расширение своего атомного присутствия в мире. И укрепление позиций в самой Европе в виде таксономии ей будет очень кстати, как, впрочем, и всем другим участникам мировой атомной энергетики и отрасли. Давайте теперь перейдем к новостям из Восточной Европы и России. Белоруссия на текущий момент, если не считать Россию, это единственная европейская страна, где в последнее время был запущен новый атомный энергоблок. Это первый блок белорусской АЭС, который был подключен к сети еще в конце 2020 года, но на 100% мощности он вышел в январе 2021 года. А в конце 2021 года начат физпуск второго блока. 27 декабря завершилась загрузка ядерного топлива, так что в ближайшее время ожидается выход на МКУ – минимальный контролируемый уровень мощности. А ввод блока в эксплуатацию ожидается летом этого года. Как я уже сказал, белорусская АЭС – это первая за долгие годы новая АЭС в Европе. И что особенно важно – это первая зарубежная стройка энергоблоков ВВР-1200. До этого Россия построила 4 ВВР-1200 только у себя на территории. Не хотелось бы об этом говорить, но все это было бы прекрасно, если бы не происходило на фоне тех ужасных событий, которые гражданин Лукашенко творит в Беларуси. Конечно, атомная станция строится под гарантиями и проверками МАГАТЭ, но все же с точки зрения продвижения российских атомных технологий, нынешняя Беларусь – это довольно сомнительное достижение и не самый хороший пиар-проект, который вряд ли можно показать потенциальным заказчикам. Благо у нас есть что им показать и кроме белорусской АЭС. Про финансовую выгоду России от белорусской АЭС тоже особо говорить не приходится, особенно в текущей ситуации. Лукашенко только и делает, что берет деньги у России, и было бы наивно полагать, что он вернет кредит за АЭС, да и не только его. Остается надеяться, что эта станция послужит еще народу Беларуси, когда у него наступят более светлые времена, а я уверен, они наступят. Да, говоря о Беларуси, мне пришлось немного отступить от правила, поменьше говорить о политике и больше о технологиях на этом канале. Но иногда политика действительно сильно вмешиваются в вопросы экономики и энергетики. И в ушедшем году было довольно много таких примеров, когда политика влияла на продвижение российских атомных технологий, вернее мешала им. В первую очередь речь о Чехии. Весной там разразился сильный скандал и власти страны исключили российский Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС Дукована. С технической точки зрения российский проект, конечно, имеет много преимуществ в силу тесных связей чешской и российской атомной энергетики и промышленности, и имеющуюся опыт эксплуатации советских и российских атомных блоков в стране. Но конфронтация России и Запада сказывается и на таких довольно надежных проектах, оборачиваясь совершенно конкретными потерями и рисками для российского экспорта ядерных технологий. И если в Чехии только сейчас получился такой поворот в отношениях, то на Украине он случился уже давно. Выработка АЭС Украины в 2021 году выросла на 13%. Этот рост идет уже шесть лет подряд. Важное событие года – это ввод весной этого года в эксплуатацию хранилища ядерного топлива «Хаят-2». Это сухое хранилище, построенное компанией «Холтек» возле Чернобыльской АЭС. Предполагается, что туда будет перемещено топливо из мокрых хранилищ первых трех энергоблогов Чернобыльской станции. Вообще, Украина постепенно отказывается от отправки отработавшего топлива в России на переработку, и планирует размещать его у себя, хотя это контракты и деньги, которые будет рять РУСАТОМ. Еще более острая ситуация с поставками свежего топлива. Уже шесть реакторов ВВР-1000 из 15 атомных энергоблоков Украины используют американское топливо Вестингаус вместо российского, а в 2021 году начались поставки и для 7-го блока, и прорабатывается вопрос по переводу на топлива и реакторов ВВР-440. В принципе, с технической и экономической точки зрения – это нормальная практика диверсификации поставок. РУСАТОМ тоже производит и поставляет топливо ТВС-квадрат для реакторов западного дизайна в Швецию и США. Но украинская история с переориентацией на западных партнеров в атомной сфере получает яркую политическую окраску – как по объективным причинам из-за, мягко говоря, сложных отношений России и Украины, так и из-за нездоровой реакции российской пропаганды на все, что касается отношений Украины и Запада. Объективно же, Украина отворачивается от России уже не только в вопросах ядерно-топливного цикла, но и в вопросах нового строительства. Ранее уже были подписаны соглашения по изучению вопросов строительства малых реакторов с американскими компаниями NewScale и Holtec. В ноябре 2021 года было подписано соглашение с Вестингаус о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС, а ранее – меморандум о суммарном строительстве в общей сложности пяти американских блоков на Украине. До 2014 года предполагалось, что Хмельницкую АЭС будет достраивать Росатом, но эти договоренности по понятным причинам были расторгнуты. Конечно, будут ли все эти новые соглашения реализованы, пока говорить рано, но можно уверенно сказать, что участие России в атомной отрасли Украины сокращается и ее рынок, в том числе нового строительства, для нас на ближайшие годы, если не десятилетия, уже закрыт. Хотя сотрудничество еще остается, у нас продолжаются поставки топлива для украинских АЭС и сохраняются некоторые взаимные поставки в атомном машиностроении. Финляндия продолжается и уже выходит на финишную прямую лицензирование единственного российского проекта новой АЭС в Северной Европе – это АЭС Ханхекиви с одним блоком ВВР-1200. Этот проект и так уже затянулся, более пяти лет регулирующие органы Финляндии рассматривают заявки на получение лицензии на строительство. Но в апреле 2021 года было заявлено об очередном сдвиге сроков минимум на год и увеличению бюджета проекта примерно на 1 миллиард евро. Я немного рассказывал об этих задержках в другом своем видео, ссылка на него сейчас есть на экранах. Сейчас же из-за обострения политической ситуации между Россией и НАТО и этот проект может оказаться под угрозой. До этого в начале 2021 года финский оператор сетей уже публиковал несколько сценариев развития энергетики Финляндии и некоторые из них предполагали возможность отказа от АЭС Ханхекиви или задержку ее ввода на 10-15 лет. А осенью Министерство обороны страны решило провести анализ геополитических рисков строительства у себя Российской АЭС из возможных новых санкций в отношении России со стороны Запада. Другая неприятная новость пришла из Финляндии в самом конце 2021 и первых числах 2022 года, когда первые лица Финляндии заговорили о возможном вступлении страны в НАТО из-за действий России. К чему это приведет и насколько это отразится на проекте Ханхекиви пока сказать сложно, но это явно его не ускорит. По последним планам выдача лицензии ожидается летом этого года, а начало строительства в 2023 году. Так что о том, будут ли новые задержки или нет, мы узнаем довольно скоро. В той же Финляндии в учедшем 2021 году был достигнут важный прогресс на другом объекте. Наконец-то в конце года на долгожданном энергоблоке Alkylotto 3 с реактором EPR-1600, который устроили почти 17 лет, было загружено топливо и достигнута первая критичность. Его подключения к сети ожидаются уже в январе 2022 года. Это первый в Европе новый реактор EPR, первый новый энергоблок в Западной и Северной Европе за долгие годы, а в самой Финляндии первый новый атомный энергоблок за 40 лет. Будет очень символично, если его пуск как раз совпадет с ожидаемым включением атомной энергетики в таксономию. По масштабу эти события для атомной энергетики Европы, на мой взгляд, вполне сопоставимы. В России в 2021 году был поставлен очередной рекорд по выработке атомного электричества – более 222 ТВч. Это рост более чем на 3% к прошлому году. Доля атомного электричества в стране около 20%, она немного снизилась в прошлом году. Тем не менее, непрерывный рост выработки идет уже более 10 лет подряд. Однако в ближайшие годы эта тенденция может поменяться. Дело в том, что темпы ввода новых мощностей начинают отставать от темпов вывода старых блоков. В декабре 2021 года был остановлен отработавший 45 лет первый блок Курской АЭС с реактором РБМК-1000. Это уже третий, остановленный за три года реактор РБМК. Первые два – это первые блоки Ленинградской АЭС, остановленные в конце 2018 и 2020 годов. Им на смену построены пятый и шестой блоки с реакторами ВВР-1200. Последний из них в марте 2021 года был введен в промышленную эксплуатацию, хотя к сети он был подключен впервые в конце 2020 года. А вот замена выбывающим Курским блоком пока не готова. Пятый и шестой блоки Курской АЭС с реакторами ВВР-1200, судя по всему, будут сданы не раньше 2024 года. Так что до этого времени повышать выработку можно будет только за счет повышения эффективности работы существующих блоков. Но там уже подойдут сроки новых отключений 45-летних блоков РБМК Курска-2, ЛАЭС-3 и 4. Так что в ближайшие годы для сохранения атомных мощностей придется начинать много новых строек. И не только для сохранения, но и для роста, ведь обозначена цель по достижению 25% доли атомной генерации в энергобалансе страны к 1945 году. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, это потребует введения 24 новых блоков, в том числе на новых площадках. Думаю, что в 2022 году мы услышим конкретику по этим планам строительства. Благо атомная энергетика в уходящем году была включена в российскую таксономию и признана зеленой и важна для снижения выбросов. Возможно, это откроет новые каналы по финансированию атомного строительства внутри страны. Кстати, как раз в 2021 году Россия впервые обозначила свои планы по достижению углеродной нейтральности. Это 2060 год, как у Китая и Казахстана. Другое важное событие атомной энергетики России 2021 года, это конечно начало строительства блока Брест-ОД-300 в Северске. Это работа на перспективу по замыканию топливного цикла. Это строительство в рамках проекта прорыв уже второго направления быстрых реакторов, свинцовых, с пристанционным комплексом по переработке отработавшего и изготовлению свежего топлива. Другое важное событие, это то, что в конце года был заключен контракт на постройку четырех новых плавучих энергоблоков для снабжения Боимского ГОКа на Чукотке. Лично для меня одним из событий года стало посещение первой плавучей АЭС на Чукотке, ну помимо поездки на Северный полюс на Ледоколе. Надеюсь, что в этом году я все-таки сделаю видео об этих поездках. 2021 год показал, что Россия и Росатом по-прежнему остаются лидерами в зарубежном строительстве. Число зарубежных строек за последний год практически удвоилось. Начато строительство сразу пяти блоков ВВР-1200 в Китае, Индии и Турции. И это плюсом к уже ведущему строительству шести блоков в той же Турции, Индии и Бангладеш и одному белорусскому блоку на стадии фиспуска. Из ожидания от 2022 года я бы назвал начало строительства АЭС Эльдабаа в Египте, где запланировано 4 блока с ВВР-1200, возможно выход на площадку АЭС ПАКШ Венгрии с двумя ВВР-1200, конкретика лицензии по АЭС Ханхикиви, отложенные старты двух китайских блоков, ну и конкретика по планам нового строительства в России. Давайте обобщим всю информацию. В табличках на экране я собрал все данные по изменениям атомных блоков в мире за прошедший год. Эти таблицы есть у меня в блоге, можно найти их по ссылке в описании. Сейчас на экране таблица с отключенными за год блоками. Все данные взяты из базы МАГАТЭ Приз, хотя данные в нее иногда попадают с задержкой, поэтому я их перепроверил и дополнил. Добавил в таблицу я и данные по возрасту блоков и причинам их остановки. Сейчас на экране таблица по вводам новых блоков в мире. Основные новые блоки введены в Китае, три штуки. По одному блоку было подключено в Индии, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах. А это таблица по началу нового строительства. Китай в 2021 году начал строительство пяти блоков, Индия – двух, по одному начали строить в России и Турции. При этом из этих десяти шесть это российские блоки, один Брест и пять ВВР-1200. А Китай начал строительство сразу трех драконов. По событиям ушедшего года обозначу несколько трендов без претензий на глубокую аналитику и выводы. Первое. Идет обновление парка АЭС. Вводятся старые и зачастую относительно маломощные блоки предыдущих поколений. Например, Великобритания, Пакистане и России. Ну и если не считать те, что выводятся по политическим мотивам раньше срока. Хотя и они не самые молодые. При этом вводятся блоки новых поколений 3 и 3+, но центр развития давно сместился в развивающиеся страны, в первую очередь в Китай. Второй вывод. В серии настроятся новые мощные блоки поколения 3 и 3+, ВВР-1200, Хуолон-1, ЭПР-1400 и на подходе уже ЕПР-1600. Так что выбор современных и проверенных решений для наращивания атомных мощностей в мире есть. Особенно этот выбор велик у стран-новичков. Третье. Растет интерес к малым модульным реакторам ИАЭС. Они уже строятся, например, серия ПАТЭС. Увеличивается финансирование прототипов, например, в США и Франции. Растет число и предложение и спроса в виде потенциальных площадок. Четыре. Уже работает, вводится в эксплуатацию или строятся прототипы серийных блоков четвертого поколения. Но важнее, мне кажется, то, что сложнее измерить. Это настроение и отношение к а тому. Хотя опросы показывают рост поддержки во многих странах и политики тоже меняют риторику на фоне климатического и энергетического кризисов. Многие крупные экономики, такие как США, Китай, Франция, Великобритания, Япония, Россия и другие рассматривают атомную энергетику как важную и обязательную часть своего энергобаланса. Новые страны тоже проявляют интерес к атомной энергетике. И речь не только о развивающихся странах, куда сместилось основное строительство АЭС. Ситуация меняется и в Европе. Включение атомной энергетики в таксономию может усилить интерес к атому. Порой можно даже услышать от сторонников атомной энергетики о новом атомном ренессанте. Я остерегусь пока давать такие оценки, но думаю, что поводы для атомного оптимизма есть. Но чтобы более точно понять перспективы отрасли, конечно, опираться не на собственные ощущения или подборку событий одного года, а посмотреть на прогнозы аналитиков из различных энергетических агентств. Они как раз обобщают все случившиеся события, ищут в них тенденции и пытаются предугадать, во что они выльются, хотя делают это, конечно, с некоторой задержкой. Тем не менее, например, в большом обзоре МАГАТЭ, вышедшем в 21 году был пересмотрен оптимистичный сценарий развития мировой атомной энергетики до 1950 года в сторону увеличения на 10%. По их прогнозам, в лучшем случае, мировая атомная энергетика к середине века удвоит свои мощности. В худшем останется примерно на том же уровне, что и сейчас. В большом обзоре Международного энергетического агентства 2021 года, посвященном достижению углеродной нейтральности, указано, что для достижения этой цели мировая атомная энергетика как раз должна вырасти вдвое к 1950 году. То есть, по сути, должен реализоваться оптимистичный сценарий МАГАТЭ. В случае же, если все будет идти как есть, или в случае, если будут реализованы только уже заявленные планы стран по сокращению выбросов, прирост мировой атомной энергетики к 1950 году составит от 15% до 25% соответственно. В большом ежегодном энергетическом обзоре агентства Bloomberg, описывающем варианты развития низкоуглеродной энергетики, в 2021 году впервые появился сценарий, основанный на массированном развитии атомной энергетики, где ее доля к середине века будет 66%. Выглядит это, конечно, не очень реально, но то, что такой вариант наравне с другими привычными сценариями рассматривается, уже о многом говорит. Раньше такого не было. Так что интерес к атомной энергетике растет, свое место низкоуглеродного источника энергии она сохраняет и имеет потенциал к развитию сразу в нескольких направлениях. А как именно и где это будет происходить, посмотрим в наступившем 2022 году. Ну и дальше. Спасибо за просмотр видео, не забудьте поставить ему лайк, раз уж вы досмотрели до конца и подписаться на канал. Сейчас я предлагаю вам посмотреть другие ролики на моем канале про атомную энергетику. Спасибо всем, кто поддерживает канал в качестве спонсоров или патронов на Патреоне, сейчас их имена на экране. Вы тоже можете помочь разведению канала через эти сервисы или через другие, которые указаны в описании к этому видео.